Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. Священный ритуал. Новое пополнение приняло военную притягу. Любое государство чего-то стоит, если умеет защищаться. Как это было? Животный инстинкт. В агрогородке Ковалей собака загрызла пенсионерку. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Кто обнаружил страшную находку? Все прекрасно в нем. И улицы, и лица. Бобруйск вошел в топ благоустроенных городов Беларуси. Когда будешь проходить мимо твоего любимого места, будешь понимать, что здесь вложен твой труд. Какой приз? А также союзные программы, централизованный экзамен и специальная лицензия. В стране заработают онлайн-аптеки, что можно будет приобрести, не выходя из дома. Прежде всего, экономика. Президент принял с докладами чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России. Во главе угла – динамика отношений союзного государства. РФ – основной наш партнер. Объем товарооборота в прошлом году – 45 миллиардов 760 миллионов долларов. Александр Лукашенко поставил задачу в разы нарастить сотрудничество с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Речь также шла о выполнении союзных программ, которые направлены на укрепление интеграции и работе по импортозамещению. Я знаю цифры, знаю, что и товарооборот увеличился, и положительная сальда наконец-то мы вышли, то есть торговля сбалансирована. Меня интересует динамика, тенденции. Вы прекрасно помните, работая в администрации правительства, какова была ситуация в торговле с Россией. Всегда мы натыкались на какие-то барьеры, препятствия и прочее. В этом плане что изменилось? Мы всегда говорили, что наш успех в России – это регионы. Я вижу, наблюдаю, вы много бываете в регионах, и это правильно. К нам приезжают губернаторы, мы их принимаем на самом высоком уровне, обсуждаем проблемы. Здесь также динамика какова? Каково отношение там на местах в Беларуси к белорусской продукции? Вообще имидж Беларуси на этом огромном российском пространстве? Белорусский лидер также проанонсировал встречу с Владимиром Путиным. Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Москву 24 мая. Мертвая охватка. В Бобруйском районе Алабай загрыз пенсионерку. Инцидент произошел в субботу днем. Во дворе одного из частных подворий агрогордка Кавали местный житель обнаружил 66-летнюю женщину без признаков жизни. Рядом с истерзанным телом на привязи сидела собака. Знакомый хозяина дома оттащил животное и вызвал скорую. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Следователи выяснили, что погибшая проживала через несколько домов от места трагедии. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина, изъяты следы и объекты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. И это уже не первый случай за последнее время. 9 мая в Новогрудском районе бойцовский пёс загрыз хозяина прямо на глазах малолетнего ребёнка. Сниженная ставка, квадратные метры и выгоревшая земля. Минлесхоз обнародовал статистику лесных пожаров, где действуют самые жёсткие меры. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 31 мая её размер 9,75% годовых. Сейчас показатель 10. Следующее решение регулятор примет, исходя из фактической и ожидаемой инфляции. Также будут оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В Беларуси за 4 месяца возведено 10,5 тысяч новых квартир. Сдано более миллиона квадратных метров жилья. Почти половина для очередников. В этом году план 4 миллиона 300 тысяч. Активное идёт строительство в сельской местности. Важный показатель – средняя стоимость одного квадрата стала ниже средней зарплаты по республике. В стране заработают онлайн-аптеки. Не выходя из дома, можно будет приобрести любые безрецептурные препараты, кроме тех, у которых доля этилового спирта превышает четверть. Продать лекарства в интернете смогут только юрлицы, имеющие специальную лицензию. Здесь же можно будет получить и консультацию фармацевта. В Беларуси прошёл заключительный централизованный экзамен. Большинство 11-классников выбрали математику. На втором месте – биология, на третьем – английский язык. По всей стране работало 144 пункта. ЦС дали свыше 53 тысяч абитуриентов. Результаты оформят в виде сертификата. Срок действия – два года. Минлесхоз обнародовал статистику лесных пожаров. Общая площадь очагов возгорания за сутки – 3,5 гектара. В Бобруйском районе произошло два ЧП. В четырёх областях страны введён почти полный запрет на посещение массивов. Это Минская, Гомельская, Витебская и Могилёвская. Наименее жёсткие меры действуют в Гродно. Вошли в топ. В Беларуси назвали самые благоустроенные города. Среди столицы и областных центров первое место – Убреста. Во второй категории – города 50 тысяч плюс. Победителями стали Бобруйск и Мозырь. Критериев оценки несколько. Площадь зелёных насаждений на одного человека, количество спортивных площадок, возможность раздельного сбора мусора. Оценивали также качество дорог и число проведённых субботников. Приз – 296 тысяч рублей. Деньги направят на дальнейшее благоустройство. К слову, 20 мая во время генеральной уборки жители красили ограждения, высаживали цветы и облагораживали пешеходные зоны. Мы собрались своим коллективом, чтобы помочь нашему городу в покраске парапетов. Нам уже подготовили работники ЖКХ, очистили от старой краски, поэтому работать будет легко, но и с настроением, и будет красиво. Когда будешь проходить мимо твоего любимого места, будешь понимать, что здесь вложен твой труд. Чисто должно быть всегда и везде. Такому принципу следуют бобручане. Заработанные на субботнике средства направят на благоустройство города и приобретение малых архитектурных форм. Клятва на верность Родине. Порядка 10 тысяч новобранцев приняли присягу. Позади курс молодого бойца. Теперь защитников Отечества ждет ответственная служба. Торжественная церемония традиционно прошла в кругу родных и близких. О том, как это было, далее. Защитник Родины не имеет ограничений по возрасту и даже полу. Поэтому девушке в армейском строю – дело привычное. Вот и Яна Новик решает свою жизнь разукрасить в цвет хаки. Новобранец торжественно клянется мужественно и самоотверженно защищать Беларусь. Знаковый ритуал – начало пути контрактника. Я хотела сюда в первую очередь попасть, но не могла этого сделать. И как только мне исполнилось 19 лет, я сразу же, место освободилось, я сразу же поняла, что я хочу, наравне готова защищать Родину вместе с мужчинами. Присягу в 147-м зенитном ракетном полку принимают более 50 военнослужащих. Торжественная церемония традиционно проходит в кругу родных и близких. До этого дня пополнение весеннего призыва обучали азам армейской службы. От правильной шнуровки берцев до огневой подготовки. Они прошли уже определенный этап, возмужали. Уже родители увидели, что они изменились достаточно сильно. Получили определенные навыки и дальше будут проходить свое обучение в вооруженных силах. Клятву на верность Родине в эти выходные произносят тысячи бойцов срочной службы. В нынешнее время это приобретает особое значение. Когда вокруг границ складывается непростая ситуация. В основе политики нашего государства – мир, стабильность, согласие и спокойствие. Но вызовы времени вынуждают быть начеку. Любое государство чего-то стоит, если умеет защищаться. Мы, безусловно, умеем защищаться, потому что личный состав настроен. Люди идут в военкомат, люди не выходят от призыва. И тем самым, становясь строить оружие, мы являемся гарантом стабильности и безопасности нашей страны. Мы готовы защищать нашу землю с оружием в руках. Как сказал президент, чужого нам не надо, но свое не отдадим. После церемонии самый приятный момент. Главных героев торжественного ритуала отпускают в первое увольнение. Кто-то проводит время с родными до вечера, а кто-то – сутки. По возвращению – ответственная служба в воинских частях. Ольга Васенде, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. По зову сердца в Могилевской области чествовали медицинских сестер. Поводом стал профессиональный праздник, который работники отметили накануне. В театре драмы и комедии собрались лучшие из лучших. Для них грамоты и цветы. За труды, преданность своему делу поблагодарили свыше 40 специалистов. Я поздравляю всех с профессиональным праздником. И, конечно же, желаю всем здоровья, благополучия семейного, гармонии душевной. Всего-всего самого хорошего мира на Земле. Сегодня медсестры востребованы в каждом медучреждении страны. Их труд сложно переоценить. Именно от них зависит успех лечения и выздоровления больных. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!